В Крае растет число заболевших пневмонией. Как пишут корреспонденты Толка, спада простудных заболеваний медики ожидают не раньше середины февраля. Пульмонологические отделения переполнены, сейчас в Крае регистрируют до 300 заболевших в неделю. И если детям до 3 лет бесплатно ставят прививку от пневмокока, то старшее поколение находится в группе риска. Симптомы воспаления легких у пожилых людей могут замаскировываться под переутомление или обострение хронических болезней. В итоге можно упустить время. Свиной и гонконгский гриб, которые сейчас циркулируют в регионе, коварны тем, что провоцируют легочную инфекцию. Лечить ее чаще всего приходится в стационаре. В Рубцовске могут начать строительство Дворца культуры и спорта. Сейчас проект находится на стадии обсуждения, пишет Политсибру. Строительство может начаться примерно через 2-3 года на месте так называемой ямы, которая находится в микрорайоне Черемушки возле храма Рождества Христова и святителя Николая. А весной в Рубцовске начнут строить Ледовый дворец. Как сообщил замглавы города Олег Абухович, участок подготовлен, нагорожен, а само строительство начнется сразу после того, как сойдет снег. Первая зимняя городская школа по робототехнике пройдет в Бииске на этой неделе. Мероприятие организует Государственный гуманитарно-педагогический университет. Приглашают к участию школьников, студентов, молодых педагогов, специалистов в возрасте до 30 лет. Занятия пройдут с 6 по 8 февраля по физике, информатике, электротехнике, творчеству, биологии и иностранным языкам. Итоги подведут в пятницу. На Алтае голодные медведи бродят рядом с населенными пунктами. Фотоловушки, установленные на территории заповедника в республике Алтай, сняли прогулку медведя-шатуна. Фотография была сделана 31 января в селе Яйлю. Ее публикуют аргументы и факты на Алтае. Напомним, специалисты Алтайского биосферного заповедника в ноябре прошлого года сообщали о том, что медведи гуляли вблизи населенных пунктов, на трассах, их следы видели в лесу. Но с наступлением морозов они все-таки спрятались в берлоге и залегли в спячку. Видимо, не все.